Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 20 лет, на данный момент являюсь студенткой местного вуза. Свою проблему могу описать так, мне учеба дается мне с трудом, все делаю через силу, в результате чего накапливается много претензий к себе. Кроме того, у меня совсем отсутствуют какие-либо интересы по жизни, поэтому даже нет вариантов перевестись на другое направление. Все это ситуация очень сильно на меня давит, создается ощущение, что я ни на что не способна. Плюс к этому чувствуется вина перед родителями. Уважаемые психологи, дайте, пожалуйста, какой-нибудь совет. Заранее спасибо. Анастасия, именно так зовут автора вопроса, мы не даем советов, психологи не дают советов. Психологи помогают человеку разобраться в себе. Вот. Поэтому на совет вам рассчитывать не стоит, по крайней мере, от тех из нас, кто занимается данной нашей деятельностью достаточно профессионально. Это первое. Это первое. Второе. Мне, по моим ощущениям, показалось, что вы много от себя требуете. Вообще говоря, вкупе с чувством вины это создает такое ощущение, что вы должны чуть ли не все сразу, вы должны, вот, все-все-все, вот, и, соответственно, у вас, ну, это не получается. Когда у вас это не получается, вы себя начинаете корить. Ну, за то, что, за то, что не получается, вот, понимаете, какая штука. Поэтому я бы для начала поработал с требованиями к себе, вот, второе, поработал бы с чувством вины перед родителями. Дело в том, что чувство вины перед родителями, это, это первое, нарушение ими ваших личных границ, это второе, подавленная вами злость ваша, не прямо на них, конечно, вот, не прямо на них, но это подавленная злость от того больше, что вы запрещаете себе чего-то не хотеть, вот. Это от того больше, что вы хотите, ну, соответствовать, что ли, ожиданиям этих людей, ну, вот, ваших родителей, сейчас, вот, вот, вы хотите следовать и вы хотите соответствовать, ожиданиям, ну, надеждам, надеждам, значит, ваших родителей, вот, что, конечно, дается, ну, скажем так, достаточно тяжело, это нормально, то есть, абсолютно нормально, что вам это дается трудно, потому что, соответствующим ожиданиям всегда тяжело, а вот по-другому вы, судя по всему, и не умеете. Об этом и речь, что вы как будто бы не живете для себя, вы больше как будто бы живете для других, в частности, для своих родителей. Я думаю, что вы учиться пошли для своих родителей, и я думаю, что до этого, до того, как началась учеба, вы, на мой взгляд, тоже действовали, мягко говоря, не, ну, скажем так, не из своих интересов вы действовали, вот. То есть, на мой взгляд, раньше вы действовали для, допустим, ну, для кого-то, для кого-то вы действовали, так бы я сказал. Ну, и сейчас, в общем-то, со временем, на мой взгляд, ситуация, ну, вот, не изменилась, к сожалению. Вот, она осталась такой же. Поэтому, то, что вы описываете, это хороший такой запрос на психотерапию, это хороший такой запрос на психотерапевтическую работу, вот. Ну, это ни в коем случае не предполагает советы вам, потому что советы означают, что мы берем на себя ответственность за вас, а это непозволительно, это недопустимо, с точки зрения, опять же, психологии и правилов этики. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.